Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить наш скромный опыт лечения детей с двусторонней ретинобластомой. Двусторонняя ретинобластома встречается в 30-40% случаев. Ну и ещё буквально 15 лет назад лечения бинокулярной ретинобластомы начинали с инуклеации худшего глаза. Благодаря внедрению в нашей стране методик локальной химиотерапии, суперселективной интерартериальной химиотерапии, интервитериальной химиотерапии, расширились показания к органосохранному лечению. Тем не менее, конечно, нужно лечение и динамическое наблюдение детей с двусторонней ретинобластомой требует индивидуального подхода. Первый ребёнок у нас 2017 года рождения, от второй нормально протекавшей беременности, вторых срочных родов. У мамы ещё двое, более старший ребёнок и младший ребёнок, оба ребёнка здоровы. Начиная с трёх месяцев жизни родители замечали жёлтое свечение зрачка слева. И в возрасте 9 месяцев оказались у нас в клинике. Был выставлен диагноз двусторонняя ретинобластома группы D на левом глазу и группы A на правом глазу. Вот на правом глазу у неё было мультифокальное поражение и на правом, и на левом глазу. Вот на правом три очага группы A, и на левом группа D. Ребёнку начат курс полихимиотерапии. И проведено шесть курсов. Одновременно на правом глазу была выполнена транспопулярная термотерапия. А вот на фоне терапии отмечалась значительная положительная динамика в виде уменьшения очагов и появления кальцификатов в очагах на левом глазу, но на правом глазу рубцевание. Дальше ребёнок наблюдался ещё в течение трёх месяцев. На левом глазу более локальной терапии никакой ему не проводилось. Отмечался в регрессе очагов, его кальцификация, отсутствие активной опухоли. Дальше родители исчезли от нас, и мы их не видели в течение полугода. Появились они вот с такой ситуацией, с двусторонним рецидивом опухоли. На правом глазу появились два очага на крайней периферии, на лучшем глазу. На левом глазу появились отсевы в стекловидное тело, и появился большой тоже очаг на периферии. В общем-то, мы попытались продолжить органосохранное лечение. На правом глазу продолжена транспопулярная термотерапия. На левом глазу выполнено интравитриальное введение мелфоланы 20 микрограмм. Через какой-то период на левом же глазу также выполнена транспопулярная термотерапия и криокоагуляция очага. Однако, несмотря на наши такие попытки, на всё проведённое лечение, при явке через месяц вновь отсевы в стекловидное тело, и учитывая такое, что родители у нас оказались не очень обязательными и склонны к тому, что они периодически исчезали из поля зрения, приходилось их самостоятельно вызывать, было принято решение об инуклеации одного глаза. Была произведена инуклеация левого глазного яблока на правом глазу рубцевания очагов. После этого ребёнок наблюдался у нас ещё в течение одного года, и дальше продолжаем наблюдать, пока рецидиал заболевания не выявлено. Второй ребёночек у нас с 2018 года рождения, также от первой нормально протекавшей беременности, с первых же недель жизни отмечался нестагм. Ребёнок был осмотрен офтальмологом. В вырасте одного месяца патологии выявлено не было. В связи с усилением нестагма в 4 месяца ребёнок обратился уже к нам в учреждение, и мы выявили ретинобластому обоих глаз группы С. При этом на правом, на левом глазу была также осложнённая катаракта и метриаз. Вот так вот выглядели два больших глазного ребёнка в 4 месяца, два больших очага близко локализованы к зрительному нерву с субретинальными отсевами. Вот на оптической когерентной томографии виден один из отсевов, нам удалось здесь снять. Вот его сонограмма. Ребёнку выполнено 3 курса полихимиотерапии. И через 3 курса полихимиотерапии выполнена суперселективная интерартериальная химиотерапия на левом глазу. И дальше опять продолжена системная химиотерапия. Вот ребёнку 7 месяцев. После 3 курсов отмечается значительная положительная динамика. Очаги уменьшились в размерах. Началась кальцификация. В общем-то, ребёнку было продолжено лечение. В дальнейшем были курсы суперселективной химиотерапии на обоих глазах, которые чередовались с системной химиотерапией. Ну и в завершении мы провели локальную термотерапию, локальное лечение, транспопулярную термотерапию на обоих глазах. Вот так вот это выглядело после 6 курсов полихимиотерапии. И дальше ребёнок продолжал наблюдаться. И через 3 месяца мы видим появление на худшем глазу дополнительного очага. Ему также выполнена была транспопулярная термотерапия на этого очага. Дальше ребёнок продолжает наблюдаться. Извините. Так, как-то вернуться. Следующий ребёнок у нас начинал лечиться не у нас. Начинал лечиться он в Иркутске. Ребёнок также от первой нормально протекавшей беременности. И в возрасте 4 месяцев родители заметили жёлтое свечение зрачка. Диагностирована ретинобластома группы D на правом глазу и ретинобластома группы C на левом глазу. По месту жительства в Иркутске ребёнку начата системная полихимиотерапия. Проведено 4 курса. И дальше он направлен был в одно из учреждений в Москве. В Москве ребёнку проведена суперселективная интерартериальная химиотерапия на левом глазу. И дальше ребёнок пропал из поля зрения на 5 месяцев. Перерыв лечения составил 5 месяцев. Вот они оказались у нас вот с такой вот картиной. Мне, к сожалению, почему-то не получается вернуться и показать предыдущие слайды. Я очень-очень извиняюсь, если мне получится. Да, всё, я извиняюсь, можно я буквально сейчас секунду. Значит, вот эта картина в самом начале лечения ретинобластома группы D на правом глазу, группа C на левом глазу. После 4 курса в полихимиотерапии, это ещё проведено по месту жительства, положительная динамика. И дальше перерыв лечения составил 5 месяцев. Вот они оказались у нас вот с такой картиной. Несмотря на перерыв лечения в течение 5 месяцев, в общем-то, значительной отрицательной динамики нами зафиксировано не было. Мы продолжили суперселективную химиотерапию на правом глазу. Следующий курс суперселективной химиотерапии прошёл через 3 месяца. Опять же, это вот связано с такой недисциплинированностью родителей. И повторная транспопилотерапия также на правом глазу. После курса химиотерапии у нас вот на правом глазу образовался ПТОС. Сейчас, в принципе, наблюдается положительная динамика. Глазная щель открывается, так скажем, всё больше и больше, но ПТОС пока сохраняется. Вот сейчас картина вот сейчас такая. Мы продолжили транспопиллярную термотерапию вот на левом глазу. Ну и, в общем-то, ребёнок этот продолжает у нас наблюдаться. Будем докладывать дальше о результатах его лечения. Таким образом, внедрение методик комбинированного органно-сохранного лечения позволяет в большинстве случаев не только избежать инуклеации, но и сохранить зрительные функции у детей с двусторонней ретинобластомой. Однако, вот как видно из нашего доклада, нередкие рецидивы требуют продолжительного динамического наблюдения таких пациентов. Спасибо большое за внимание.